Творчество не имеет границ. В Узбекистане немало почитателей произведений известного литературного деятеля Абая Кунанбаева. В Союзе писателей нашей страны состоялась встреча, посвященная художественному наследию великого казахского поэта и мыслителя. Великий казахский поэт-просветитель, общественный деятель Абай Кунанбаев в своих произведениях воспевал самые лучшие человеческие качества. Путь к совершенству он видел в просвещении, труде, духовном раскрепощении личности. На формирование его мировоззрения большое влияние оказали гуманистические воззрения таких великих поэтов и ученых Востока, как Фердавси, Наваи, Авицена и другие. Он написал несколько поэм. Одна из них, сказания об Азиме и Мазгут, построена на мотивах восточной классической литературы. Абай призывал способствовать прогрессивному развитию общества, где человека возвышают разум, наука, воля. Он еще и мудрый советчик, прекрасный рассказчик. В прозаических назиданиях затронуты исторические, педагогические и правовые темы. И, как подчеркивается в постановлении президента о широком изучении и пропаганде творческого наследия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева, сегодня, когда отношения дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном выходят на новый уровень, бессмертное наследие таких выдающихся личностей, как Абай Кунанбаев, приобретает для нас еще более важное значение. Состоялось заседание Организационного комитета по широкому изучению и пропаганде его творческого наследия, где рассматривались вопросы по реализации задач, обозначенных в данном документе. Мы Абай Кунанбаева книгу перевели на узбекский язык, чтобы завтра дети могли ознакомиться в учебных заведениях и будет конкурс по сочинению в школах. Создали про Абая около 10 фильмов. Мы бывали, где он родился, семейский город семей в Казахстане. Оттуда мы начинали его библиотеку, каким он был в молодости. Вот это все. И Узбекистан как уважает Абая Кунанбаева. И мы побывали в Новоистской области, имени фермерского хозяйства Абая Кунанбаева. Там его бюст стоит, очень благоустроенный. Мы очень рады. Отмечалось имя и богатое творческое наследие великого поэта и мыслителя, воспевавшего высокие идеалы гуманизма и добра, яркий пример беззаветного служения своей родине, преданности национальным и общечеловеческим ценностям. Согласно плану мероприятия идет подготовка к изданию избранных произведений Сайланма Абая Кунанбаева и сборника литературно-аналитических статей «Узбекско-казахские литературные связи». Говорили об организации постоянно действующей экспозиции Абай и узбекской литературы в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами. Проведение ежегодно в день рождения поэта 10 августа у памятника Абаю Кунанбаеву в городе Ташкенте торжественных мероприятий, посвященных его творчеству. Дана подробная информация касательно конкурса сочинений знаток произведений Абая среди учащихся и студентов подготовки и выпусков СМИ, цикла теле- и радиопередач, статей, а также демонстрации по телеканалам национальной телерадиокомпании Узбекистана, художественных и документальных фильмов о жизни и творчестве великого поэта. Это постановление служит еще больше к сближению наших народов. Это еще раз убеждает нас, что литература только объединяет произведения вот таких великих писателей, они переводятся с одного языка на другое, и это будет продолжаться. Это большой такой жизненный процесс. Я думаю, это нам, особенно для молодых, имеет большое значение. Молодые будут узнавать историю наших народов и больше будут любить свою литературу, историю, родину. И в этом плане это имеет очень большое значение. Будут организовываться тематические встречи, литературные вечера с участием известных поэтов, писателей и ученых в высших и средних специальных профессиональных учебных заведениях, общеобразовательных школах, воинских частях, трудовых коллективах и махалях. На основе высказанных предложений определены задачи на перспективу.